Школы будущего. В Кабмине озаботились реформой среднего образования. Ставку делают на европейский подход к обучению и хорошо оборудованные классы. По крайней мере, один такой кабинет уже есть в школе городка Вишневая под Киевом. Там сегодня побывал премьер и наша Виктория Потапова. Сейчас видим, как температура воды до одного города сойдет. Добавляем соль. Одиннадцатиклассник Илья изучает, как меняется температура воды при добавлении соли. Обычный опыт на уроке физики. Но теперь у учеников Вишневской третьей школы есть специальные датчики и компьютеры. Буквально за несколько секунд на мониторе компьютера Илья получает график. За соседней партой к проведению опытов приобщился и премьер Осенний Яценюк. Приехал проверить, как потратили бюджетные деньги на развитие классов физики. Тобто, цей датчик даёт конкретно осветление, в чём примечается? Да, можно чего логистить температуру. Можно очень близко за точностью и очень быстро вымерять всё, что твои заводы. Температуру, ультракалет, риск, холодность и пульс. Уроком физики премьер остался доволен. В прошлом году на обустройство таких классов правительство выделило 100 миллионов гривен. В этом обещают дать в два раза больше. Средняя школа является основой развития государства. Средняя школа является будущим страной. Средняя школа является запорукой того, что у нас будут фаховые и эффективные специалисты. Главное задание реформы образования – создание так называемых опорных школ, объяснил Арсений Яценюк. Это принимается решение, что из этих маленьких школ, где вартость учения сягает 75 тысяч гривен, при средней вартости учения 9 тысяч, эти дети получают возможность переезжать в модерную школу, где есть такой кабинет, как вы сегодня видели, где есть автобус. Кроме государственных денег, создание опорных школ будут привлекать доноров. Настаткувание под ключ ряда новых опорных школ в каждой области. И также будут выгодные кредиты для придания классов химии, физики, биологии. Со школьными автобусами министры тоже обещают помочь. В этом году премьер поручил закупить тысячи новых. Доставить их в школы должны до 1 сентября. Виктория Потапова, Евгения Всиенко, События, канал Украина.